Жители дома 27 по улице Клубная снова в суде. Правда, теперь в другой роли, да и вообще подобное дело в области первая. А протестовать точечную застройку своего двора в суде пытаются многие. Кому-то удается, кому-то Фемида отказывает, как и было в случае улицы Клубной. И вот теперь застройщик хочет взыскать часть убытков, образовавшихся за время простоя. Всего 300 тысяч. Ответчиками по делу числятся две женщины. Сами они в суд прийти не смогли, но соседи уверены, сумма эта для них не посильна. Пенсионерке, с которой пытаются взыскать крупную сумму, в районе 300-400 тысяч, это для нее достаточно серьезный удар. И мне кажется, и я почти уверен, что эта женщина находится в состоянии прям шока, в состоянии нервного срыва, приступа сердечного. Здесь вопрос даже не в посильности суммы, здесь вопрос в законности заявленных требований. Мы полагаем их абсолютно необоснованными. Никаких убытков действиями моих доверительниц причинено не было. Застройщик возражает. Работа стояла почти год и потери составляют порядка миллиона рублей. Пострадали, по мнению фирмы, и покупатели. Ведь девятиэтажку планировалось сдать в 2012 году. Сейчас строительство дома уже недалеко от своего завершения. Многие квартиры здесь уже проданы. Не исключено, что в будущем потери застройщика лягут именно на плечи их жителей. Вместо того, чтобы обеспечить граждан доступным жильем, мы сейчас вынуждены, так как у нас убытки есть, мы же не можем работать себе в убыток, конечно же. Мы вынуждены сейчас вымечивать стоимость квадратного метра. Споры по точечной застройке разгораются регулярно. Только сейчас в Ярославских судах находится еще как минимум два подобных дела. Правда, застройщик обычно выступает в роли ответчика. Эфемида, признают эксперты, чаще на его стороне. За застройщиком большая юридическая машина. Все свои шаги они просчитывают заранее. Как правило, юридическая грамотность их намного выше, чем грамотность жителей и других лиц, которые пытаются в данном случае с ними спорить. Как разрешится этот процесс и надолго ли он затянется, стороны сказать не решаются. Следующее заседание назначено на январь. Нина Колтина, Елена Масалова, Сергей Ватин. День в событиях.